Салют, я Харли, а это GeekTV. И вот настала наша рубрика ТОП 5 инди-игр. Только раз уж у нас месяц хорроров, то сегодня мы будем рассматривать именно инди-хорроры и только их. Поехали? С пятого места нас очень пугливо и осторожно снимает на телефон Dreadout. Dreadout – хоррор от индонезийских разработчиков. Данная игра представляет собой приключения по заброшенному городу. Когда группа студентов отклоняются от запланированного пути их путешествия, они обнаруживают старый безлюдный город. Вскоре они понимают, что здесь происходит нечто зловещее. Dreadout – игра больше про побегы, чем про испугаться. Конечно же, нас будут пугать классическими индонезийскими монстрами. Но после первого, скажем так, десятка этих булл, они теряют весь свой шарм, а к концу даже наскучивают. На четвертом месте уютно расположилась милая маленькая демка Мэдисон. Мэдисон – инди-хоррор от первого лица. История игры развивается в доме, внешне очень похожем на жилище из невышедшего пяти. Что бы вы сделали, если бы проснулись в темной комнате с руками в крови и попытались бы разобраться в происходящем, попутно открывая страшные секреты этого дома? Дом из Мэдисон – один в один повторяет дом из пяти. Ну, разве что по размерам чуть-чуть поменьше. Только в отличие от всех остальных копий невышедшего Сайленд Хилла, в Мэдисон прослеживается какая-то своя отличительная концепция, что не может не радовать. А на третьем месте у нас опять азиаты – Арая. Арая – игра от первого лица в жанре хоррор-квест. Игроки окажутся в тайской больнице, где их ждут леденящие кровь-испытания. История повествуется с точки зрения трех разных персонажей. Игрокам предстоит исследовать разные помещения больницы, чтобы по фрагментам восстановить обстоятельства и раскрыть загадочное убийство Араи. История про бедную Араю имеет классический для фильмов ужасов сюжет. У нас тут и неупокоенный призрак, и заброшенная больница, и тупые главные герои, которые ведутся на поводу у призрака и шарохаются в темное время суток по опасным местам. Только в отличие от упомянутого ранее Дредаута, игра действительно отличается какой-то очень нагнетающей и жуткой атмосферой. Вы будете действительно вздрагивать от каждого шороха и с каким-то очень большим страхом ожидать встречи с Араей. Серебро сегодняшнего топа забирает номер 70 «Глаз Басира». Номер 70 «Глаз Басира» — это приключенческая игра от первого лица, в которой главный герой ищет своего пропавшего брата и по мере своего расследования раскрывает все больше пугающих тайн своей семьи. «Глаз Басира» — воистину достойный представитель своего жанра. У нас тут и качественная местами монохромная рисовка, и потрясающая запутанная сюжетная линия, невероятное музыкальное сопровождение и очень грамотно и правильно расставленные звуковые акценты. Ну и, конечно же, я не могу отдельным пунктом не выделить очень аккуратное и уместное вплетение турецкой мифологии в сюжет. К тому же разработчики решили соблюсти баланс, и помимо скримеров и жуткой атмосферы, они еще дали игроку время для того, чтобы тот смог именно рассмотреть и узнать этот мир полностью. Жалко только финал слили, а то так бы забрали золото. Ну и на первом месте представители моей любимой категории — неадекватные люди. «Лэйрс оф Фирс». «Лэйрс оф Фирс» — это психоделический хоррор, который будет держать вас в страхе на протяжении всей игры. Вам удастся глубоко окунуться в разум сумасшедшего художника и раскрыть секреты его безумия, блуждая в постоянно меняющемся особняке. «Лэйрс оф Фирс» — поистине уникальный опыт, где каждое движение камеры может изменить ваше окружение. «Лэйрс оф Фирс» заслуженно занимает первое место, как минимум за сотни вариантов событий, которые вложили разработчики. Рандом, как говорится, великая сила. Я полюбила в этой игре абсолютно все. Рисовку, озвучку, музыкальное сопровождение, манеру повествования и преподнесения этой истории. И отдельных похвал от меня заслуживает та метафоричность, с которой передавались страхи и плохое ментальное состояние главного героя. Все было так гипертрофировано, но при этом как-то очень правильно и по-другому представить совершенно невозможно. Я очень люблю все, что связано с пошатнувшимся людским рассудком. Именно поэтому у нас в «Лэйрс оф Фирс» сейчас любовь на лихах. Все игры данного топа достойны представителей своего жанра. Но, как говорится, одни любят больше побегать, а другие больше на картонах посидеть. Именно поэтому я вам настоятельно советую пройти каждую из них. А если вы что-то уже проходили, то оставить свое мнение в комментариях под видео. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться, ставить лайки, вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на наши с Танькой Инстаграмы. А мы с вами увидимся через неделю. С любовью, Харли!